Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем виртуальные прогулки по улицам родного города и сегодня предлагаем вам отправиться на проспект Блюхера. Район железнодорожной Слободы во многом формировался в зависимости от развития самой железной дороги. Заселяли его в основном семьи железнодорожников, рабочие, железнодорожных мастерских и паровозного депо. До революции проспект Блюхера был улицей Романовской. О названии есть две версии. Первая, улицу так назвали в честь царствующей в то время династии Романовых. Вторая, что название улицы было дано в память о переселении в Никольское в 1868 году 19 семей из села Романовка Приморского края. В советские годы эта улица часто меняла название. Улица Советская под таким названием она значится в 20-е годы 20 века. Затем она была улицей Лимейной. С 1951 года улицей Зеленой. С 1954 года стала железнодорожным проспектом. И только с 1965 года она носит имя проспект Блюхера в честь полководца времен гражданской войны маршала Василия Константиновича Блюхера. Наиболее славный период истории проспекта приходится на годы гражданской войны и борьбы с иностранной интервенцией, поскольку железнодорожники принимали в этой борьбе самое активное участие. Неудивительно, что именно здесь сохранилось множество памятников, посвященных периодам гражданской войны и исторических зданий. Самым известным и приметным зданием проспекта Блюхера является памятник истории архитектуры нашего города, здание железнодорожного собрания. Затем рабочий клуб имени Андрея Кондратьевича Чумака, а ныне гипермаркет Плаза на улице Блюхера, 15. Это здание было построено в 1907-1909 годах по проекту архитектора Уссурийской железной дороги Плансена для железнодорожного собрания клуба и культурно-просветительского центра рабочих и служащих Никольско-Уссурийской дистанции пути. Газета «Дальний Восток» писала, что на станции Никольск-Уссурийский на средства, собираемый путем отчисления от жалования местных служащих ежемесячно 2%, решено устроить железнодорожное собрание. Сообщалась в газете о дате открытия железнодорожного собрания 26 декабря 1909 года. Учреждение пользовалось большой популярностью у населения и со временем возникла необходимость в его расширении. В 1925 году, спустя лишь три года после окончания гражданской войны на Дальнем Востоке, началась перестройка этого здания. В нем принимали участие рабочие всех железнодорожных предприятий. Здание было построено за 6 месяцев. Торжественное заседание в связи с открытием клуба, которому было присвоено имя известного революционера Андрея Кондратьевича Чумака, состояло 6 ноября 1926 года. Дом культуры Чумака стал первым железнодорожным клубом такого масштаба на сети железных дорог страны, и открытие его на станции Никольск-Уссуриск стало большим праздником для железнодорожников всей Уссуриской дороги. Дом культуры Чумака был популярен среди жителей железнодорожной Слободы на протяжении всей своей истории. В 1980-90-х годах при клубе работало 45 творческих формирований, хоровых, хореографических, театральных и других. При Доме культуры был спортивный зал, где работали спортивные секции. В 2000 году коллектив Дворца культуры из огромного здания перевели в здание детского сектора. Здание ДК Чумака закрыли на реставрацию. И в здании начались работы, но вскоре начались проблемы с финансированием. Несколько лет здание было заброшено и было практически бесхозным, за исключением части помещений, которые были заняты спортивным клубом. Значительный ущерб строению был нанесен в результате пожара, случившегося в 2004 году. Были утрачены интерьеры, практически полностью уничтожены конструктивные элементы кровли. Своих новых хозяев Дом культуры Чумака приобрел в сентябре 2012 года. Зданию, в соответствии с поднятыми из архивов старыми проектами, постарались придать первоначальный вид, с имевшейся лепниной, перилами. Конечно же, не обошлось и без изменений. Вместо деревянных оконных переплетов установили пластиковые окна. Старые полы заменили на бетонную стяжку и так далее. После реставрации старинной постройки в здании размещается гипермаркет Гранд Плаза. В сквере рядом расположен памятник регионального значения, памятник мемориал паровоз Ел-629. Он был построен в 1917 году на заводе Балдвина, американской локомотивной компании. Памятник был установлен в 1972 году на прямоугольном бетонном подиуме на отрезках железнодорожных рельсов. На тендере паровоза укреплена мемориальная доска. В топке этого паровоза в мае 1920 года белогвардейцами и японскими интервентами были сожжены пламенные революционеры, борцы за советскую власть на Дальнем Востоке, Сергей Лозо, Всеволод Сибирцев, Алексей Луцки. По другую сторону от современного гипермаркета Гранд Плаза расположено еще одно историческое здание, памятник градостроительства и архитектуры нашего города. В советское время известный уссурийцам как детский сектор дворца культуры имени Чумака. С 1950 года при детском секторе в летнее время был пионерский лагерь городского типа. Здание построено в конце 1917 года. В январе-марте 1918 года в этом доме работал штаб по формированию отряда Красной гвардии из рабочих железнодорожного узла. 15 октября 1962 года в честь 40-летия освобождения Уссурийска от белогвардейцев и интервентов на доме установлена мемориальная доска. Историческим является и старое двухэтажное здание средней школы номер 130. До революции в здании располагалась Никольск-Уссурийская железнодорожная школа. Здание построено в 1903 году администрацией Уссурийской железной дороги для размещения четырехклассной школы и ремесленного училища, где предполагалось учить детей, рабочих и служащих Никольск-Уссурийского железнодорожного узла. С 1896 по 1904 год школа размещалась в маленьком одноэтажном домике, находящемся недалеко от вокзала станции Никольск-Усуриск, рядом с багажной конторой. Домик состоял из двух комнат, в котором обучались всего несколько десятков человек. Школа называлась двухклассным железнодорожным училищем. К 1904 году училище переместилось в одноэтажное кирпичное здание, тоже в районе вокзала. А в 1907 году училище перешло в ныне существующее старое двухэтажное здание. В период первого этапа борьбы против интервентов и белогвардейцев железнодорожная школа была одним из центров подпольной большевистской организации. Здесь агитационную работу среди рабочих и молодежи Никольс-Усурийского железнодорожного узла вел учитель математики Александр Степанович Полушкин. 25 октября 1922 года в одном из классов старого здания состоялось собрание рабочей и учащейся молодежи школы, главных железнодорожных мастерских и паровоза вагонного депо, посвященное целям и задачам комсомола. Итогом этого собрания стало основание первой единичной массовой организации РКСМ станции Никольск-Усуриск. Об этом гласит мемориальная доска, установленная на этом здании. Впоследствии школе было присвоено имя Александра Степановича Полушкина. Воспитанником 130-й школы был и красный партизан, подпольщик-комсомолец Иван Тимофеевич Дураков. Он прожил короткую, но славную героическую жизнь. Как и его учитель Полушкин, любил родину, боролся за ее свободу и независимость. Подростком Иван вступил в Союз рабочей молодежи железнодорожного транспорта. Был активным участником партизанского движения. 15 сентября 1921 года при выполнении задания командования по доставке в партизанский отряд взрывчатки Иван Дураков был схвачен белогвардейцами и японскими интервентами. Они подвергли его жестоким пыткам, добиваясь от него, чтобы он назвал фамилии и адреса подпольщиков, партизан, численность их вооружения. Но палачи не добились от Ивана предательства. Он погиб как герой. В 1968 году герою-комсомольцу Ивану Дуракову в сквере установили памятник. Автор-скульптор этого памятника не наживен. 25 мая 1968 года состоялось открытие памятника. На высоком постаменте скульптурный портрет Ивана Тимофеевича Дуракова из бетона и мемориальная доска из белого мрамора. На стеле выбиты слова «Умирая, не умрет герой, мужество останется в веках». Одним из старейших предприятий города является железнодорожная больница, открытие которой состоялось в 1891 году. Первым врачом больницы был Фролов Петр Федорович, который трудился в ней 47 лет с 1901 года. Его дом, построенный в начале 1900 года, находился неподалеку. Это здание на проспекте Блюхера, 18 сегодня является памятником архитектуры и истории нашего города. Памятником градостроительства, архитектуры и истории является также здание по адресу Блюхера, дом 7, построенное в начале 20 века. Здесь жил врач железнодорожной больницы Арестов. Локомотиво-ремотный завод – одно из старейших предприятий нашего города. Был создан на базе главных железнодорожных мастерских Никольско-Суристского железнодорожного узла, организованных в 1896 году. На территории предприятия хорошо сохранились производственные здания бывших железнодорожных мастерских, механические, кузнечные, энергетические цеха, являющиеся памятниками промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20-го века. Недалеко от завода находится памятник истории нашего города – памятник рабочим локомотиво-ремонтного завода, погибшим в борьбе за советскую власть в 1918-1922 годах. Изначально, 19 октября 1967 года, был возведен памятник рабочим локомотиво-ремонтного завода, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Автор – Кравщенко. Размещался он на проходной завода, а в 1997 году был перенесен и реконструирован. Он был совмещен с памятником рабочим локомотиво-ремонтного завода, погибшим за советскую власть. Авторы этого памятника – Деличенко Борисов Джолас. Повторная реконструкция была произведена в 2005 году. На сегодня наша виртуальная экскурсия по проспекту Блюхера окончена. Но я не прощаюсь с вами. В дальнейшем мы продолжим наши виртуальные экскурсии по улицам любимого Уссурийска. Если вам интересна история улиц нашего города, приходите в библиотеку. Наиболее полную информацию по истории улиц нашего города можно найти в книге Юрия Романова «Уссурийск. Страница истории и современности». Цель данной книги состоит в популяризации достижений и достопримечательностей города и района. В ней целый раздел посвящен истории улиц. Также советую ознакомиться с городскими справочниками вдоль по улице. Эти справочники содержат краткие исторические очерки о людях, через которых названы улицы, факты истории зданий и исторических памятников, расположенных на этих улицах. У нас есть городские справочники вдоль по улице. Улицы Уссурийска на букву П, которые дают историческую справку об улицах Полушкина, Пролетарская, Пушкина и историю зданий на них расположенных. А также справочники по улице Советской, Ленина, Чечерина. Кроме того, мы располагаем тематическими подборками по истории улиц нашего города, которые есть у нас как в печатном, так и в электронном варианте. Мы очень рады помочь вам в изучении истории нашего города. Приходите в городскую библиотеку. До новых встреч!